Карта нашей страны изменилась, на ней появились три новых региона, Абайжи, Тесу, Улытау. Произошло это после разделения Восточной Казахстанской, Алматинской и Карагандинской областей. Как только стало известно, что территориальные единицы станут самостоятельными, радости местных жителей не было предела, проявлялась она в том числе и во фразе «да наконец-то». Связано это в том числе и с вопросом финансирования. Уже сейчас понятно, что регионы будут дотационными. Вот только на этот раз делиться ни с кем не придется. Например, Жасказган не будет клянчить у Караганды денег на освещение или же бордюры. Средства будут поступать новому центру напрямую. Пока еще неизвестно, кто возглавит регионы. Однако запросы людей будущая глава должен знать, ну мы так считаем. Вот, например, памятка из Улытауской области, материал Леаны Жемлихановой. 40 лет назад Галина Новоселова переехала жить в Жасказган. Рассказывает, тогда он процветал, а сейчас множество проблем. То, что теперь город снова областной центр, конечно, радует, но изменений хочется не только на карте. Ну, все кричат «Ура, ура!», пока не видно это «Ура!». Что и как. Все надеются, что будет лучше, что деньги в области будут оставаться здесь. Перемен здесь ждут все от мала до велика. Главное, говорят, улучшить бы экологию. Чтобы так машин много не было, чтобы не засорять, не вредить природе, и чтобы все заботились о природе. Общественница Майра Абдрахманова жила здесь долгое время. Женщина выделяет три составляющих для развития Улытауского региона. Это аграрная, туристическая и этнокультурная сферы. Примерно уже представляет, кто может руководить новой областью. Гульмира Коженова, проработавшая в Жасказгане не один десяток лет, считает, что Акиму придется решать те же проблемы, что и в других городах страны. Кроме коммунальных, стоит обратить внимание и на развитие предпринимательства. Новому Акиму придется столкнуться с всеми проблемами, актуальными для всего Казахстана. Это, конечно, дороги, чистая вода, строительство, потому что в течение очень долгого времени строительство жилого фонда было очень ограничено. По мнению выходца из Улытау, ныне исполнительного секретаря карагандинского филиала партии Аманат, в состав новой области вошли районы с большими перспективами – Жасказган-Сатпаев, а также Жанаркинские и Улытауские районы. Они с большим потенциалом, и я думаю, что эта область будет самая развитая. Сейчас, в первую очередь, нужно решить вопрос по питьевой воде. Это самый актуальный вопрос. Второе – это чистота города, потому что будут приезжать туристы. Для того, чтобы экономически поддержать вновь образованный регион, медная корпорация юридически перевела несколько своих подразделений из Караганды, столицы и Алматы в Жасказган. Это поможет оставить здесь те налоги, которые раньше уходили в бюджет других регионов. Известно, что Акимат новой области расположится в здании Акимата в Жасказгана, а городской Акимат переедет в здание отдела занятости и соцпрограмм. В западном жилом районе планируется строиться нового административного центра. Там планируется построить здание областного Акимата, здание силовых структур, также порядка семи административных зданий на сумму порядка 13 миллиардов тенге. Словом, грядет большая стройка. Сюда планируют перевести порядка 500 служащих госорганов и силовых структур. Определен состав Маслихата в Лутаусской области. В нем 19 депутатов. Обошлись без выборов, разделили Маслихат Карагандинской области. К жизни в новом статусе в Жасказгане начали готовиться сразу, как узнали об образовании новой области. Залатали дорогу от Жасказгана до райцентра у Лутау. Также запланирован ремонт сотен километров дорог от Казаларды и на Караганду. На это планируется финансирование из республиканского бюджета. Лиана Жамлиханова, Еркиолан Туйболдин, Студия 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова